Здравствуйте, меня зовут Владимир, сегодня уроки истории. Мы с вами рассмотрим основные тенденции развития мирового искусства в 20 веке. Поговорим с вами про авангард и реализм. Если говорить про взаимоотношения этих жанров, то, конечно, в первую очередь для нас континентом является Южная Америка. Это, конечно, колумбийский писатель Герсио Маркес и два великих аргентинца Борхес и Картасар. Именно им присвоено почетное звание «Магический реализм», то есть люди, которые могли в рамках самого простого банального повествования раскрыть перед нами целый универсум. Ну, например, возьмем роман выигрыша Картасара. Дело происходит на простом пароходике, люди получили лотерейные билеты и плывут там кругосветное путешествие. Они должны выйти из Буэнос-Айреса и, там, сделав несколько остановок, вернуться обратно. И что же заканчивается? В итоге никуда они не плывут. Он буквально выходит только из залива Ла-Плата. Однако на самом пароходе начинают происходить во всех его местах, в трюме и так далее самые необыкновенные вещи, которые иначе как магическим реализмом и не назовешь. Так что всем советую почитать. Вот у нас здесь с вами как раз представлены три писателя вместе. С сигаретой Хулио Картасар своего парижского периода. Он, конечно, эмигрировал из Аргентины, сам жил в Париже. В центре не так давно ушедший от нас Гавриэл Гарсия Маркес, лауреат Ноблевской премии. Знаменитый роман «Сто лет одиночества», конечно, мы вспоминаем все. И Хорхе Луис Борхес, проживший огромную жизнь, к сожалению, большую часть ее провел с слепым человеком, что для него было, конечно, наверное, полным кошмаром. Потому что больше всего на свете даже не столько, сколько писать, он любил читать. Он не написал ни одного большого романа. У него есть несколько крупных сборников рассказов, много новелл, достаточно много публицистики. В общем, это такой признанный патриарх испаноязычной интеллектуальной литературы. В кинематографическом жанре мы можем также найти таких магических авторов. Это будет у нас, например, «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе или последний фильм «Завещание» Андрея Тарковского и «Жертвоприношение». Это как раз фильмы, Тарковский, конечно, в первую очередь, наполненный колоссальным количеством различных символов, которые человек пытается считать и таким образом угадать свою собственную судьбу. Если говорить про чуть более ранние работы, то в таком вот тоже символическом регистре работал знаменитый Федерико Феллини. Особенно его фильм «Восемь с половиной», который по праву считается многими критиками одним из лучших вообще, созданных в 20 веке. Посвящен он писателю, режиссеру, сценаристу, которого играет Мастро Яне, разумеется, и вот он находится в творческом кризисе. И вот из этого творческого кризиса его постоянно выводит его собственная фантазия. В этом фильме много флешбеков, он вспоминает свое прошлое, выдумывает свое будущее, к нему приезжают его разные жены, дети, любовники, любовницы. И вот во всем вот этом как бы фантасмагорическом действии он все-таки находит какие-то силы продолжать существование. Хотя в какой-то момент он близок уже к суициду. Здесь перед нами один из итоговых кадров жертвоприношения Тарковского. «Горящий дом», который поджег, собственно, сам главный герой. Интересно, что на съемках фильма дом пришлось поджигать дважды, заново отстраивать, снова поджигать, потому что первый раз он сгорел раньше того времени, когда была включена камера. Я уж точно не помню, или просто пленка пропала. В общем, пришлось это дважды, такую конструкцию, махину возводить и дважды поджигать. Фильм тоже посвящен поиску смысла жизни на грани смерти, с одной стороны, и беспамятству с другой. Потому что похоже, что большая часть фильма выдумана главным персонажем. Но несмотря на этот фиктивный, как бы, лежащий в основе замысел, тем не менее, с точки зрения метафизической, именно этот вымысел главного героя спасает. И это одни из последних кадров «8,5», как раз здесь в шляпе Мастрояне. И, конечно, цирк. Один из сквозных мотивов вообще всего творчества. Феллини, циркачи, цирковые артисты, добрый клоун, ну, в смысле, грустный клоун, веселый клоун. И все это как бы превращается в такую фантасмагорию, которая вытягивает главного героя из лап смерти. Во второй половине 20 века получил распространение новые направления в изобразительном искусстве. Можно сказать, что ближе к 60-м и 70-м художники вообще перестали чинить себе какие-то преграды. Ярким воплощением данной тенденции является абстрактный экспрессионизм. Такие авторы, как Ротко или Полок, вообще перестали себя каким-то образом сдерживать. То есть, экспрессионизм у нас с вами абстрактный, значит, у нас нет никакого предмета. Но, с другой стороны, это все-таки не такие сухие построения, как, например, в супрематизме или в неопластицизме у Пита Мандриана. Это именно живопись, которая пытается, в первую очередь, вибрировать всеми эмоциями. Поэтому это, в первую очередь, колористика. Это, конечно, знаменитые, да, дроунинг, пейтинг полока, да, когда он набрасывает просто в такой произвольной хаотической манере краску на холст. А это знаменитые полотна Ротко, которые состоят почти вот всегда из вот таких вот крупных, да, колористических объемов, таких плоскостей, да, призванных передать какое-то сильное настроение, какое-то сильное чувство. То есть, это, конечно, очень музыкальные такие работы, можно сказать, да. Тут, как бы, музыка и живопись, и эмоция работают, как бы, воедино. Конечно, когда мы говорим про живопись 20 века, грех не вспомнить Орхола. Посмотрите, человек говорит нам, вы считаете, что дерево красиво, но отказываете, да, этому атрибуту, да, красоты в кому? Отказываете газовому какому-то насосу. То есть, это был, конечно, провокатор, это был человек, с которым дружила всякая разная нью-йоркская богема, известные музыканты, художники и политики. Он не был художником в нашем обычном смысле слова, да, он был перфекционистом в жанре перформанса, он постоянно искал какие-то новые способы взбудоражить аудиторию. Он был провокатором, разумеется. Кстати, интересно, когда он умер у него в его мастерской где-то, да, глубоко-глубоко, да, нашли просто шедевры классического искусства, оказывается, всю жизнь он собирал, там, Леонардо, Рафаэля, Вермеера и прочих авторов. Но сам вот работал совсем в другом стиле. Наиболее известны, конечно, его бутылки Кока-Колы, да, много разных работ, связанных с Мерлин Монро в разных освещениях, Суп Кэмпбелл и так далее. Конечно, он был певцом культуры потребления, да. Сегодня чрезвычайно известна инсталляция. В Эрмитаже регулярно проходят выставки Ильи Кабакова. Инсталляция такой жанр, который напрямую погружает тебя в культурную среду. Например, допустим, это у нас будет как раз Ворхол рядом со своими работами, которые в данном случае, как вы понимаете, просто являются фотографиями, да, которые он раскрашивает и помещает в какой-то, но определенный контекст. А это как раз, да, и заработка Бакова. То есть вы сюда можете зайти, вы здесь можете прилечь, присесть, посидеть, как бы понаходиться в этом какое-то время. И это посвящено какой-то теме. Там, не знаю, допустим, советская коммуналка или какой-нибудь там лагокрасочный завод. И при этом главная, да, идея это максимально точно с помощью, да, артефактов того времени воссоздать ту самую среду, чтобы именно как бы это было вчувствоваться, да, полностью вчувствоваться, влиться вот в это переживание. Это довольно интересно. Ну, разумеется, мы не можем ничего не сказать про суперискусство, как вот Шопенгуайр считал, что музыка – это самое главное искусство, вообще наиболее абстрактное, никак не связано с визуальным, да, каким-то предметом. Может быть, он был прав. Значит, если говорить про искусство XX века, здесь, конечно, с одной стороны у нас есть наследие века XIX симфоническое, вот, венская классическая традиция, романтики, поздние романтики, постепенно переходящие в экспрессионизм, если, например, говорить про поздние симфонии Брукнера или Малера. В российской традиции это, конечно, появление таких крупных симфонистов, как Рахманинов, Скрябин и Стравинский. Ну, Стравинский работал вообще во всех возможных жанрах, человек, сделавший довольно много для изменения представления о том, что такое ритмика в рамках одного, да, музыкального произведения, например, там «Ясна священная» или «Петрушка». Рахманинов, автор, конечно, потрясающих симфоний и концертов, хотя он, конечно, своими корнями художественными в большей степени, да, еще увязан в традиционном искусстве XIX века. Скрябин работал вообще на стыке живописи цветового видения и музыки. Его грандиозные симфонические поэмы, по идее, должны были бы быть выполнены в цвете. То есть он как раз мечтал о таком синестетическом действии, понимаете, когда у нас видение и слышание, визуальное и акустическое, сливается в некоторое единство. Вот. Конечно, для XX века чрезвычайно важной была новая венская школа. Это знаменитый Арнольд Шёнберг и его два ученика – Берг и Веберн. С какой-то точки зрения это такие главные три апостола всей новой музыки. В первую очередь потому, что в какой-то момент Шёнберг сочиняет концепцию додекафонии, то есть сочинение музыкальных произведений, исходя из целого ряда. То есть из всех нот семи плюс диеза бемоли, то есть полная хроматическая гамма 12 нот. И вот из этих 12 нот в разных регистрах мы будем сочинять музыку. Главная концепция такая, что у нас всё строится из определённых серий. В каждой серии есть определённая последовательность вот этих нот. Их можно сыграть в разные стороны. Прямо, реверсивно, ракоходом. Потом это можно повторить, потом можно это как-то модулировать, например, на одну или на две октавы. И в результате получаются вот такие произведения. Которые, конечно, в своё время слушать было очень тяжело, но в результате появилась сериальная музыка. В принципе, пионером сериальной музыки, конечно, является Антон фон Веберн. Человек, который трагически погиб уже после войны. Его случайно застрелили, когда он вышел покурить сигарету. Когда вот Австрия была оккупирована. Вот он просто вышел покурить. Его случайно приняли, что он вооружён. И просто его снайпер убил, американский. Совершенно случайно. Такая трагическая история. Просто многие композиторы считают, что именно этот человек создал, в принципе, всё дальнейшее сериальное направление в музыке 20 века. А Альбенберг, автор, может быть, самой известной симфонической... Неправильно я скажу, оперной работы. Знаменитая опера «Лулу» трёхактная. Которая считается, может быть, самой главной модернистской оперой 20 века. В России, к сожалению, её услышать практически невозможно. Потому что это требует слишком большой подготовки от артистов, солистов и музыкантов. И вот именно через Веберна мы дальше получаем всю вот эту дальше палитру самых разных направлений. С одной стороны, сериализм Дарштадтской школы. Пьер Булес, Калхайн Штокхаузен, Луиджи Ноно. Соответственно, Франция, Германия, Италия. Сонорика и микрохроматика. Значит, микрохроматика – это такое направление, где люди сочиняют музыку, исходя из необычных соотношений между высотами звуков. Там, где в ход идут уже не только тона и полутона, но четверть тона. Восьмушки, шестнадцатые и так далее. То есть иногда это кажется таким единым вытянутым шумом. Как вот, например, Легетти сочинял свою музыку «Космический Одиссей» и Кубрика. Иногда это кажется просто таким шумом нарастающим. Потому что человеческое ухо иногда не способно воспринять разницу, например, в одну двадцать пятую тонну. Но, с другой стороны, это открывает некоторые новые перспективы. И на хорошей аппаратуре это слушается довольно интересно. Янос Ксенакис тоже в этом же стиле, по сути, работал. Его знаменитая работа «Метастазы». Минимализм, конечно, для большинства из людей, которым не нравятся вот эти все эксперименты со звуком. Им всем нравится минимализм. Стивен Райх потрясающий совершенно. Майкл Найман, конечно, Филипп Гласс. Они прославились как кинокомпозиторы. Они сочинили довольно большое количество музыки к кинофильмам. Найман, конечно, известен своим сотрудничеством с легендарным Питером Гринуэем в киноискусстве. Ну и так далее. То есть, минимализм там тоже у тебя в основе есть какой-то один микромотив. И дальше ты его развиваешь, повторяешь, повторяешь, повторяешь. Конечно, в основе минимализма еще идет эстетика Эрика Сати, которая в свое время во Франции провозгласила идею мебелировочной музыки. То есть, такая музыка, которая должна быть гармонией к обеду, к закуске, к пустым разговорам. То есть, такая идея. Музыка – это не то, что выносится на первый план. Там, не знаю, вот симфония Бетховена, сиди и слушай меня. Забудь обо всем. Отложи вилку, ложку, сосредоточься на духовном. А вот Сати как раз он предлагает нам и минималистам тоже. Пусть эта музыка будет как бы просто фоном для чего-нибудь. Хотя, конечно, у минималистов довольно большой есть еще и, как сказать, запас эрудиции. То есть, люди, которые также иногда связывают свое искусство с дзен, с какой-то медитацией. Ну и давайте теперь картинки посмотрим. Значит, перед нами Рахманинов и Скрябин. Замечательные русские композиторы. Рахманинов прославился так же, как меценат, когда он покинул Советский Союз. Потом он довольно большие суммы отдавал советской армии на борьбу с гитлеризмом. Стравинский, своего американского периода. Разумеется, он тоже был эмигрантом. Венская школа. Значит, с Лысиной в дальнем углу у нас учитель. Арнольд Шенберг, родоначальник дедекафонии. В центре Альбенберг и автор знаменитый, да, Лулу. И здесь у нас как бы мостик в следующую эпоху. Антон фон Веберн, так трагически погибший, закурив сигарету на балконе своего дома. Вот, например, как выглядела дедекафония в самом таком примитивном, да, теоретическом плане. Мы видим, да, все 12 нот, да, вся хроматическая гамма. И дальше вот различные варианты, как их можно обыграть. Действительно, их нумеровали. И потом из них комбинировали самые различные рисунки. Музыкальные, да, структурные рисунки. Интересно, что потом точно так же можно было отнестись к другим аспектам звука. То есть здесь мы пытаемся как бы систематизировать тональность. А ведь точно так же можно было бы систематизировать. Ведь это было сделано ритмику, длительность, вопросы, связанные с тембром, вопросы, связанные с громкостью. То есть это тоже можно систематизировать. Таким образом можно систематизировать вообще все аспекты звука в целом, как физического феномена. Карл Хайнштагхаузен, легендарный немецкий композитор, автор целого ряда электронных сочинений. Как раз вот он сейчас, видно, да, сидит и занимается сочинением какого-то электронного произведения. Вот так, например, выглядит современная протитура. То есть для большинства людей, закончивших условную там Гнесинку или Римского Корсакова, не важно, что ты закончил, ты смотришь на это и ужасаешься. Это совершенно не похоже на протитуру, которые были раньше. Это одна из работ Брайана Фернихоу и современное направление «Новая сложность». А это, например, как раз сонорика. Здесь вот показаны различные взаимоотношения между вот здесь. Это протитура для четырех инструментов, и у каждого свой звукоряд. Но обратите внимание, здесь практически нету никаких знакомых. Тут, собственно, ноты-то вообще нету. Здесь показано, что у нас тут форт, форте, фортиссимо. То есть есть какие-то знаки, показывающие усиление, ослабление звука. И показано общая длительность и общее соотношение длительности этих звуков. То есть в общем и целом это все, конечно, тянется как единый звук, начинающийся и продолжающийся разными инструментами. Вот так, например, выглядит протитура Ксенакиса. Здесь тоже не существует уже традиционной нотации. Здесь он как раз показывает какую-то внутреннюю тектоническую мысль. Здесь звук у нас нарастает. То есть это скорее какое-то драматическое повествование о том, как выглядит данная музыка. Понятно, что если дать это контрабасисту или виолончелисту, он просто ничего не поймет. Соответственно, это подразумевает, что это будет совместное творчество исполнителя и композитора. Только вместе можно понять, что это такое. Такая сложная современная музыка. Джаз. Ну, конечно, родился он у нас из блюзовых мотивов. Блюзовые материи у нас родились из различных рабочих песен. Из заключенных, тюремных песен и так далее. Песен, созданных, конечно, американскими неграми-рабами. Разделилось потом это на разные виды блюза. Блюз Миссисипи и так далее и тому подобное. Мы этим не можем заниматься. Это дало, конечно, в дальнейшем жизнь для рок-н-ролла. Но джаз, как таковой, появился в тоже определенном преломнении блюза и в рамках классических традиций. Это, конечно, Армстронг. И вот я взял двух известных и, в принципе, полярных авторов. Потому что в какой-то момент в 40-е джаз стал очень быстрым импровизационным. Это Чарли Паркер. И сразу же практически как ответ на это появился Кул. Холодный джаз в западном побережье. Самый известный человек там, конечно, Майлз Дэвис. Который потом нам откроет мир фьюжн. Ну и вообще все закрутится очень сложно. То есть, конечно, джаз это один из таких самых главных неисчерпаемых колодцев. И с точки зрения ритмики. Да, это все, что касается синкопированного звукоизвлечения. И с точки зрения самых разных инструментов. И, конечно, в первую очередь из-за тяги к импровизации. В 60-х победным шествием по миру идет рок-н-ролл. Да, сначала это были американские исполнители. Вроде Элвиса Пресли, Чака Берри, Лу Дидли. Потом у нас появляется знаменитая британская волна. Роллинг Стоунс и Битлз. Ну и потом покатилась, поехала. До сих пор у нас колоссальное количество самых разных жанров и поджанров. В этом неисчерпаемом море. Океане даже под названием рок-музыка. Это у нас уже в годах такой Майлз Дэвис. Уже такой немножко седоватый. Один из наиболее крупных джазовых композиторов 20-го века. И легендарный Чарли Паркер. Звезда, которая мелькнула на ибосводе довольно стремительно. У него были всякие плохие привычки, наклонности. Он был кокаинистом. И довольно быстро погиб. Его импровизации на альцексофоне признаны в жанре бибопа. Одним из самых блистательных образцов. У истоков музыки американские, как я сказал, стоит Пресли. Потом Битлз. Потом многие разные другие музыканты. Тоже мы можем вспомнить и отечественных рок-музыкантов. И панков, и регги. И самые разные стили и направления. New Wave. Очень много всякого. Heavy Metal, Hardcore. Все это на слуху. Все это уже история. Битлз знаменитые. Ну, если, да, они все похожи, то трудно сказать. Ну, в общем, с той стороны у нас Харрисон. Соответственно, Маккартни, Леннон и Ринго Стар. Из них сейчас живы только два человека. Только остался сэр Пол Маккартни и Ринго. Значит, Леннон был, как известно, убит в 80-м году в Нью-Йорке. И Харрисон не так давно тоже ушел в лучший мир. Легендарная американская команда The Doors. Ее бессмертный лидер Джим Моррисон, которого многие почитают, там, чуть ли не последним, да, американским поэтом-символистом. Создавал психодерическую музыку. Вот, в том числе использовалась в ряде кинофильмов. И скандаль известные ребята, открывшие эру панка. Это, конечно, Sex Pistols, Johnny Rotten, Seed Vicious. Вся вот эта бригада, которая, да, опустила всех тоже отцов, значит, в помойку. И заявила о том, что музыка может быть любой. Кривой, косой, кричащий, провоцирующий. В общем, панк. Несколько слов, конечно, последствий, нужно сказать, про архитектуру. Вот, безусловно, модернизм выразился в первую очередь в работах для Корбюзье. В движениях конструктивизма и функционализма. В Советском Союзе Ле Корбюзье тоже возвел одно здание. Вот как раз дом Центра Союза. Если говорить о других направлениях, кроме конструктивизма, то это, например, органический стиль, в рамках которого Гауди создавал свои работы. Вот, например, собор Саграда Фамилия, который до сих пор, между прочим, строится. То есть, в Барселону можно приехать и увидеть, что до сих пор собор строится. Там краны есть по-настоящему. Вот. И много других разных направлений. Вот, давайте, это как раз собор Саграда Фамилия в Барселоне, Антонио Гауди. Видите, такая, как бы, органическая метафора, да? Как бы собор, естественным образом, развивается как организм. И вроде тянется, 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 как готика. Вот, да? Но не такая ожесточенная готика. Приглушенная, мягкая, такая нежная готика. Это как раз дом Центра Союза Крабезье. Ну, конструктивизм – это, понятно, то, с чего выросли наши современные дома. Просто не такие примитивные, да? Не простые хрущевки, коробки там, небоскребы. А все-таки здания с какой-то инженерной или художественной мыслью, да? Все-таки, да? Сочетание функциональностей и эстетики тут, в общем-то, да, имеет место быть. Если говорить про родоначальников жанра, то это, конечно, школа Баухауса Вальтер Гропиус. Вот, в советской архитектуре это питерская, московская школа конструктивизма, которая развивалась, в том числе, и при Сталине в 20-х, 30-х. Наиболее красивыми, удивительными памятниками является, конечно, дом Мельникова в Москве. И также в Москве дом, построенный Гинсбургом для наркомфина. Именно там воплотились самые причудливые и необычные идеи конструктивизма, как в плане фасада, так и в плане интерьера, соотношения между различными функциональными частями здания и так далее. Органическая архитектура – это не только Гауди, это также Фрэнк Райт, который создал свой знаменитый дом у озера в Пенсильвании, интересным образом вписав дом прямо внутрь водопада. И, конечно, знаменитый финский автор Арвор Алто, который создал, в частности, например, знаменитую библиотеку в нашем Выборге. Тогда Выборг был финским, потом мы Выборг заняли, и вот это в итоге часть мирового наследия осталась на территории нынешней России. Интернациональный стиль, опять же, Гропиус, Вандерроа, Саринен, тоже финского происхождения автор. Это современные уже большие такие здания, которые напоминают небоскребы, в частности, например, главное здание ООН в Нью-Йорке. Вот его как раз делал Вандерроа. Ну, давайте посмотрим чуть-чуть. Это знаменитый дом, уже отреставрированный дом Нарконфина. Работы Гинсбурга долгое время был в очень плохом состоянии, конечно же. Это, может быть, самый известный памятник конструктивизма в России, дом Мельникова в Кривоарбатском переулке в Москве. Это его собственная студия, где он собирался жить. Да, такие два неправильных цилиндра совмещенных. Очень интересные сотообразные окна. Соответственно, там свет должен был специально падать. Он же там работал. Он же художник, да? Художник, чертил там, эскизы делал. Вот. Ну, в общем, это музей. Туда надо просто поехать и сходить внутрь. Хотя дом в не очень хорошем состоянии. Государство заботится как-то о нем слабо. А это собственный дом, тоже спроектированный для себя. Это Арвел Алту в Хельсинки. А это его Выборгская библиотека. Вот. Это как раз дом у озера Фрэнка Райта. Вот. Ну и про архитектуру мы поговорили. Последнее, что хотелось заметить, это массовое искусство. Конечно, постепенно искусство должно было найти своего массового зрителя. У нас увеличиваются способности индустрии. Мы создаем пластинки, создаем репродукции. У нас появляется телевизор, радио, приемник. Дальше у нас с вами будет уже магнитофон. Сначала он будет у нас пленочный. Потом он у нас цифровой. Вот сейчас он у нас суперцифровой. Уже MP3, MP4. Конечно, все это способствует тому, что искусство во всех своих видах. И аудио, и видео приходит к нам в дом. Нам уже не обязательно какую-то особенно иметь квалифицированную подготовку. Мы просто нажимаем на play. И оказываемся в мире прекрасном. В мире искусства. Безусловно, с этим связаны определенные зомбирования. То, что касается и киногрез, киновнушений. Это, разумеется, повлекло за собой и мир шоу-бизнеса, и мир рекламы. Это, конечно, бесконечное тиражирование самых разных образов. Оно немножко иногда человеческое восприятие калечит. Отсюда появляется проблема клипового сознания. Безусловно, бесконечного переключения на пульте каналов. В общем, человек залипает, короче говоря, в современную теле-видео-аудиокультуру. Это правда. Ну и, конечно, тенденция к коммерциализации. Понятно, что вот это все тиражи вне преследует только одну цель. Как можно больше на этом заработать. То есть, важнейшая часть массового искусства – это, конечно, деньги. Сфера массовой культуры также в значительной степени обогатилась танцевальной музыкой. То есть, постепенно для того, чтобы танцевать, не нужно было ходить уже на какие-то скомарошьи вечера. Не нужно было заниматься, значит, хороводами. Не нужно ходить в то же время на венский бал. Ты просто дома ставишь граммофон, патифон и танцуешь там Чарльз Тон и какой-нибудь еще, да, старый танец. Ну и постепенно все это привело уже к современным жанрам, к современному балету, к современному свободному хип-хоп танцу и, да, к современному там диско и прочим остальным направлениям, которые мы сможем увидеть с вами уже, да, и потанцевать непосредственно на дискотеках. Музыканты больше не обязательно, да. В каждой квартире совершенно спокойно доступна нам музыка электронного формата. Благодаря радиовещанию, телевидению, модные стили мгновенно разносятся по свету, да, ну вот то, что я уже сказал, пластинки, кассеты, лазерные компакт-диски, mp3-файлы. Все то, что делает искусство доступным для нас. Ну и последнее, вот что мне хотелось закончить, как раз вот с лимитой лейбл аудио-компании His Master's Voice, то есть он слушает таким образом голос своего хозяина. И мы, соответственно, тоже иногда также, подобно этому щенку, да, слушаем голос наших любимых исполнителей, которые вибрируют в нас, да, заставляют нас жить. Ну, то есть нужно как бы помнить всегда об этом, да, что это все-таки очень сильная такая внушалка, которая нас иногда зомбирует. Все, собственно, на этой ноте хотелось закончить сегодняшнее повествование о авангарде и искусстве 20 века. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok